Сильный бизнес – сильное государство. Под этим девизом Нуратан совместно с Фондом Дому вводят для широкого применения меры по поддержке и развитию бизнеса. Так, одним из наиболее эффективных инструментов развития кластера МСБ являются проводимые семинары для начинающих предпринимателей. У партии Нуратана есть 12 проектов, которые для развития, так сказать, социально-экономической и социальную политику развития нашего государства. И в этой части вот именно сильный бизнес, сильное государство, один из проектов подразумевает о том, чтобы помочь малому, среднему бизнесу в становлении на ноги, чтобы больше наших граждан, наших сограждан, чтобы привлекать именно в развитии бизнеса, чтобы они были предпринимателями. Как отметил Нуратановец, главная задача, которая стоит перед ними – обеспечить возможность создания собственного бизнеса для каждого желающего. Об этом говорила и глава государства. Развитие малого и среднего бизнеса – вот главный инструмент индустриальной и социальной модернизации Казахстана в 21 веке. В этом моя позиция, как известно, однозначно. Я об этом говорил неоднократно. Чем больше доля малого и среднего бизнеса в нашей экономике, тем более устойчивым будет наше развитие. Напомню, также президент страны неоднократно говорил о том, что бизнес должен стать семейной традицией, передаваемой из поколения в поколение. Как известно, Казахстан входит в группу стран с самыми благоприятными условиями для ведения бизнеса. Для поддержки этой тенденции за последний год было сделано многое. Институты развития реализуют как финансовые, так и нефинансовые меры по оказанию содействия предпринимателям. В частности, можно отметить стартовавшую республиканскую акцию «Начни свой бизнес», которая проводится в рамках меморандума о сотрудничестве партии Нуратан и фонда ДАМУ. В акции участие могут принять все, независимо от возраста. Мажетта – один из тех, кто воспользовался этой возможностью. К примеру, во многих странах доля среднего бизнеса достигает показателей в 60%. А мы этот путь только начинаем. Можно сказать, что мы будем первыми ласточками в этом деле. Я считаю, самый большой плюс в проводимой акции – то, что нет возрастных ограничений. У всех одинаковые возможности. Перед всеми открыта дорога для честного труда. Я пришел сюда для того, чтобы, во-первых, развивать себя, во-вторых, для того, чтобы принести пользу обществу. Мажетта планирует воспользоваться всеми предлагаемыми бонусами от ДАМУ, от грантов до гарантирования. Его идея – создать центр по оказанию услуг населению, в котором будут трудиться люди с ограниченными возможностями. Проект соответствует всем требованиям финансового института, отметил начинающий предприниматель. К другим темам. Объем кредитного портфеля Банка развития Казахстана планируется увеличить до 2,6 трлн тенге в 2023-м с 379 млрд тенге по итогам 2013-го. Согласно новой стратегии БРК на период 2014-2023-го года. Объем профинансированных банков, проектов и инвест-программ в течение следующих 10 лет должен увеличиться до 4,4 трлн тенге с 1,3 трлн тенге. Доля кредитного портфеля в активах – до 75%. Далее информация от аналитиков Форекс Клаб. Накануне пара евро-доллар на фоне пустого экономического календаря предприняла попытку развить коррекцию, но не слишком удачно, поскольку объективных поводов для роста у пары на текущий момент нет. Котировки отметили максимум на уровне 1,3443, таким образом укрепившись всего на 0,08%. Золото также демонстрировало довольно сдержанную динамику. Геополитический фон относительно спокойный, но в любой момент ситуация может накалиться снова, поэтому попытки возобновить пятничный рост потерпели фиаско. Поднявшись к закрытию дня, цены вернулись к отметке 103,93, потеряв 0,12%. Котировки нефти продолжают удерживаться в пределах установившегося ранее диапазона – 106,67 – 108,23. Отсутствие стычек в Ливии и Ираке на поставке черного золота оказали на него умеренное давление в течение дня. В итоге потери составили 0,51%. И на этом у меня все. Напомню, что наши выпуски можно посмотреть на официальном сайте 24.kz. Читайте нас также в социальных сетях. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok